Видео создано при поддержке группы Underground Art. Наконец-то видос про покрас. Всё, погода позволяет долгое время находиться возле одной стеночки. А это значит, пришло время масштабной уличной работы. Мне дали полный карт-бланш на авторскую идею и то, что я хочу видеть по финалу. Хочется сделать полностью самостоятельную работу. Абсолютно эксклюзивную. Фюрер запозировал мне а-ля одинокий странник на привале. Но полностью тему сюжета я попытаюсь раскрыть по ходу всего процесса. Заваливать буду внешнюю часть гаража. Прикинул всё так, чтобы основная часть эскиза осталась неподвижной. Ну, типа, чтобы на двери остался не особо значимый кусок. Как правило, переносить подобные работы приходится по темноте. Иначе проекцию просто не видно. Приблизительно намечаю, где что должно быть. По колориту я прикинул крайне слабо. В основном, куда какой-то свет соображал на ходу. Не знаю, мне нравится так делать. Оставлять элемент непредсказуемости. Насколько это профессионально, меня не колышет. Намного важнее заинтересованность в самом процессе. На небо я наложил структуру деления апельсиновых долек. Так оно выглядит куда любопытнее. Вот так. На этом этапе мне хочется по максимуму залить все цвета, которые участвуют в этой работе. Так как мелкотни тут предостаточно, мне очень сложно разрисовать всё банками. Даже самыми тонкими кэпами. Поэтому я прибегаю уже к проверенной технике. Стравливаю краску в стаканчик и действую кистями. В основном по краям. Первый раз заюзал полупрозрачный, а 94-й. Нужно создать эффект дыма. Позже будет видно, зачем. Собственно, думаю, понятно, что работа не на один день. Я выбрался в лес за веточками. Они мне понадобятся для того, чтобы более естественно изобразить траву и кусты, которые присутствуют в нижней части работы. Но которые так не хочется прорисовывать вручную. Друзья, в этом видео я снова разыгрываю стикеры. Сразу три набора. Условия простецкие. Оставлю их в описании, окей? Чекните. Ну, это так, между делом. Подготовился, значит? Ну да. Так бывает? У тебя упала перчатка. Так, идея заключается в том, чтобы нанести краску на ветку и отпечатать. Попробуем вот с этой веточкой. Что, молодежь, гуляете? А чё? А чё? А чё гуляете? Чё гуляете? Больше лить надо. Больше прямо. Чё, дрожжи, гё? Хуя вам надо, блядь? Чё вы от меня хотите? Я вам кто, бог? О, это уже интереснее. Не знаю. Я ожидал немного другого эффекта. Более чёткого, что ли. Видимо, краски нужно больше. Но, к сожалению, я таким количеством не располагаю. Это нельзя прям жирно налить? Прям жирно-жирно, вот прям вот. Ну, на ровная ветка, понимаешь, в чём дело? Ну, вот, например. Это, наверное, это хуя. Хм, кора. Кора! Нужно придумать другой способ. Пока оставим так. Надо подумать. Я стараюсь работать сразу над всем изображением. Не акцентируя по много времени на одном элементе. Вернёмся к кистям. Рядом со странником палит череп бутировшегося близубого тигра. Это карманный дух-помощник нашего персонажа. По сюжету они кого-то заметили вдали. А так как гараж находится в конце ряда, получается, что они палят всех без исключения. Сидят на страже, так сказать. Пробую свежую идею для создания травки. Веник в помощь. Блин, караска уже на исходе. Бяка. Вообще не то. Такая штриховка сгодится только под задний план. Чего-то явно не хватает. Так, ещё один вариант. Пробуем прошлогоднюю Асоку. Не то. Так-то основной объём работы уже позади. Но с ветками вопрос открыт. Короче, прибегаю уже к своим проверенным и любимым трафаретам. Действительно. Ведь намного проще нанести уже конкретные очертания. Я испозиционирую их как надо. И тех краполей краски как раз должно хватить. Трафики меня всегда выручали. Делаем сразу несколько образцов. Дабы избежать повторения элементов. Но один фиг я недоволен финалом. В правой нижней части явно не хватает чёрного. Некоторое время назад я обратил внимание, насколько красивые шипы боярышника. Забрал домой одну веточку. Как раз её и пущу снизу. Я бодочку хочу. Остались только мелочи. В том числе и подпись. Логотипы. Большие туда не нужны. Максимум сантиметров 14 в диаметре. При мудрости по трафаретам сейчас рассказывать уже не буду. Есть несколько видосов, в которых я подробно всё объясняю. Ознакомьтесь, если интересно. Такие ответственные детали я рекомендую делать только трафиком. Ведь для логотипа важно исключить любую деформацию. Пока вы залипаете на выборку, хочу вам посоветовать один канал с подобной тематикой. U9 Graffiti. Если вам нравится смотреть, как раскрашиваются стенки, и в целом интересует граффити, то вам определённо стоит заценить. Сам лично смотрю и получаю искреннее удовольствие. Да, сезон уличных покрасов начинается. Я весь в предвкушении. Раньше я куда активнее работал на улице. Вот, например, у нас 11-й год. Да, конечно, время летит. Так-то краски похеру. Скорее гараж весь развалится, чем потускнеет Монтана. Это у нас уже 13-й год. Заляпали, блядь. Нахера? Не понимаю. Тут подписывался золотом. Наверное, уже не вспомню, что за марка. Золото не вывезло. Тоже 2011-й. Примитивненькая. По моим наблюдениям, к уличным поверхностям лучше всего цепляется армированная клейкая лента. Как правило, у меня все трафареты на неё крепятся. И палочкой прижимаю. Мостики просто добиваю кистью. Без них трафарет бы не держался. Как ни крути, они необходимы. Все корректировки уже совершены. Ну, и так-то работа уже готова. Череп держится на дымке. Тира энергии из керосиновой лампы. Не знаю, надеюсь, мне получилось это передать. Подпись давит работе законченный вид. Кажется, маленькая пиздюлька. А сколько всего делает? В итоге работа я доволен. Отличное пополнение в мою портфолио. Эту работу я выполнил в основном двумя марками. Для себя решил попробовать. Раст и Кобру. Ну, что могу сказать? Я разницы вообще не почувствовал. Единственное, что у Кобры давление низкое. И она полуматовая. То есть не все матовое получилось. Кое-то где отблескивает. Раст. Ну, не знаю, все-таки. Он меня не особо удивил. Я все-таки больше предпочитаю артончик. Ну, тут как пойдет. Потому что я что-то лоханулся. И не в граффити-маркет поехал, а в другой магазин. Там у меня было артона. В целом, эти характеристики могут как-то влиять, если вы в основном банками рисуете. Но я рисовал в основном кистями. Потому что я их стравливал. А какое там давление, когда ты стравливаешь, вообще насрать. Поэтому, не знаю. Нормально. Лоханулся. Получилось, игла. Спасибо за просмотр. Если зашел видос, то подписывайся. Впереди еще более масштабный покрас. Я уже, кстати, начал над ним работать. Плюс инстаграмчик. Вот в нем можно пальнуть работу куда раньше, чем выйдет видео. Всем удачи. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...